Техника не останавливается ни на минуту. Работы по укреплению дамбы выполняются с опережением графика. Уже видны ощутимые изменения. Защищать берег от большой воды будет массивная конструкция. Специалисты уже погрузили большую часть шпунтов. Дамбу построили в 80-х годах. Десять лет назад сооружение, которое долгое время защищало огромную территорию от затопления, начало разрушаться. Более двух километров признали аварийным. Работа проводится по федеральной целевой программе развития водохозяйственных ресурсов Российской Федерации. По смертной документации на реконструкцию из федерального и республиканского бюджетов выделено 900 миллионов рублей. Прошли с подрядчиками и обсуждали непосредственно планы работ, которые перед ним стоят, какие сроки должны завершить. Конечно же, темпа ни в коем случае нельзя сбавлять, потому что финансовые средства, которые выделены, нужно освоить максимально. В этот объект до начала холодов, так скажем, до ледостоя. После посещения свалки в селе Прости и Дамбы министр встретился с горожанами. Там была затронута и тема выбросов. Александр Шадриков заверил, что в этом направлении также ведется работа. Вопрос держит на контроле. В рамках союза всех промышленников создать онлайн-мониторинг качества атмосферного воздуха. Вот такая сегодня задача стоит, чтобы мы могли видеть, визуализировать все источники выбросов. Это 6,5 тысяч источников, которые мы могли именно в режиме онлайн начаться над этой работой, вплотную работаем нашими двумя компаниями. Обсудили и проблему вывоза ТБО. По словам предпринимателей, в 2019 году расценки выросли почти в 900 раз. Говорят, что компания, осуществляющая на территории района вывоз мусора, работает с нарушениями. Отходы сортируются, а до свалки их доставляют в перемешку. Не заключив договоры, просто чисто из учета того, что существует такой закон, нам выставили 42 миллиона за 2019 год. За 2020 год выставили столько же, то есть 84 миллиона общая сумма. При этом реально ни одного куба не вывозили. Также в ходе встречи стало известно, что дороги у свалки в Простях и у Дамбы будут ремонтировать. Восстанавливать полотно начнут сразу же после окончания работ. Вера Муратова, Марсель Джураев, Новости НТР.